МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем, что мы живем на земле, мы обязаны великой победе солдатам, которые погибали за нас. Об этом много сказано, но герой нашей программы все же каждым своим вдохом обязан родной матери. Он остался жив только лишь благодаря ей. Она фактически отдала свою жизнь за него. К сожалению, фотографий мамы у Алексея Петрова сохранилось всего две. Старенькие, пожелтевшие, крохотные снимки. Он даже не знает, где она похоронена, но об этом наш герой расскажет сам чуть позже. Родился Алексей Алексеевич 17 марта 1937 года в Ленинграде. Предупредим сразу. Мы решили почти не перебивать его рассказ, разве что уточнили некоторые детали. Первая линия Васильевского острова. Вся первая линия, с правой стороны, представляет из себя учебные заведения. То есть до революции это был кадетский корпус, я не знаю какой, первый, второй, третий. После Великой террористской революции это было высшее военно-политическое училище имени Энгельса. Мои родители работали при этом высшем военно-политическом училище. Им была выделена квартира, однокомнатная, окна выходили на большой проспект в Ленинградске. Была одна кровать, шкаф, стол, вот и все. Была кухня. Кухня, значит, квартира была коммунальная на две семьи. До сих пор у меня это в памяти, в голове была такая у нас, вы знаете, певица довоенная Шульженко. У нее была песня про чайку. «Чайка смело пролетела над седой волной», я даже слава помню, потому что это звучало из радиоприемников. У нас картина висела, летящая чайка над волнами. У меня это вот ассоциация, вот все это вместе взятые. «Чайка смело пролетела над седой волной, окунула и вернулась, бьется на плавной». Начало войны это у меня еще отложилось. Вот еще тепло было, когда по нашей, по первой линии улицы, сплошным потоком, я это запомнил, шли военные обозы. Что они из себя представляли? Это лошади запряженные в телеге, техника, машины, какие можно было видеть. Вот это я запомнил. В первые дни Великой Отечественной на фронт ушел и отец Алексея Петрова. В первый же месяц войны мужчина погиб. Что пришлось пережить тогда маме, нашего героя, сказать трудно, но, несомненно, она была очень сильной женщиной. «И она получила похоронку. И она тут же прямо, вот я помню, как она опустилась на ступеньки лестницы, вот, потом она пришла в себя, а что я сидел, стоял около нее, не смотрел, понять не мог, что это такое». Лишь однажды в гости к Петровым приехали братья отца. Вот снимок с той встречи. Наверное, это был последний счастливый момент в жизни крошечного Леши за следующие несколько лет. Затем началась блокада Ленинграда. Мама мне рассказывала, что они тебя таскали по всем шалманам Ленинграда, да, и потеряли валенок твой. И ты, привезли тебя без валенка. «Сунинг» начинается с наступлениями зимы, да, это я помню. Ну, во-первых, мать меня никуда не выпускала из квартиры, боялась за меня. Шли разговоры постоянные. Я-то этого не знаю, а потом она мне рассказывала, что начали детишек похищать. Если от нашего окошка пройти 50-100 метров, там начинался рынок сразу же. Он и сейчас существует. Старый, старинный, революционный рынок. Мама звала его Мальцевский. Ходила, что-то меняла туда, что я не знаю. Мать варила клей столярный. Она вот на этом рынке его уменивала. Жмых, жмых я помню, не ел. Это было такое лакомство, не говоря о том, что это был деликатес в то время. Вот. Это, вы знаете, что такое жмых. Это, значит, спрессованная от подсолнечника выжимка. Карточки ввели. Булочная была через дорогу по диагонали. Туда нужно было ходить за хлебом по карточкам. Это хлеб получать. Ну, конечно, мать меня иногда брала с собой. И вот, когда мы выходили, я уже видел лежащие трупы прямо от нашего подъезда. Отойдешь. 5-10, 2 метра. Занесенные снегом. Никто их не трогал. Все знали, что это лежит. Их было много по всему Ленинграду. Люди умирали. Она приносила холодец. А потом, когда она рассказала, она не мне, я только слышал это. Она еще жива была голубь, ее соседка. Она ей сказала, что на рынке продают человечину, ногти в холодце. И она больше не стала покупать. Мы, и я помню фамилию ее, Голубева. Женщина в возрасте уже. Вот. Это женщина, которая страшно, одинокая, страшно любила своего кота. А в блокаду она все-таки не выдержала, съела ее, потому что здесь было нечего. Она долго терпела, долго очень. Голод заставил это сделать. Трудно представить себе то время современному человеку. Абсолютно трудно. Были очень приличные морозы. 40, 41, 42. Не работала ни канализация, ни водопровод. Уже все перенесло. Приходили, спускались по наледи на Неву. Там было много людей. Какие там были проруби? Ну, если там снаряд или бомба падала, то там, конечно, полоння была большая. Люди брали оттуда. Если успевали, а если она не замерзала. А так были прорублены такие каналы небольшие. Лед был довольно приличным. Человек нагибался, набирал воды или ведро, или бетон. Бывало так, она говорила, что вот под это он набрал, а поднять не мог. Падал вместе с этим ведром. Да я даже не помню, что и ел. Не помню, но она как сотрудник или работница вот в этой школе, военно-политической школе, она получала паёк. Это нас спасло. Я вот до сих пор считаю только, хотя после блокады у меня был диагноз, что я дистрофик. Там было бомбоубежище. Когда была бомбёжка, и туда попала бомба. И бомба, значит, обрушила это бомбоубежище, перекрытие. Это мне потом говорили. Но я крик и слышал. Крик такой детский, истошный. Спасите мою маму. Это я слышал. После той бомбёжки мать с маленьким Лёшей пряталась только в доме. Коммунальная квартира стала их крепостью. Иногда оставляла мальчика одного. Сама уходила на работу. Мела улицы или разносила почту. И вот я нахожусь в этой комнате. Один, она меня закрывала. Начался налёт артиллерийский. И страшно. Страшно, это я помню. И снаряд попадает выше нашего окна. Ну, может быть, под самый карниз. Но я схватил топор и давал убить дверь. Правда это было. Я это помню хорошо. Орать диким голосом. Но выйти я не мог. Дверь была закрыта. Она прибежала, открыла дверь. Нашла меня под кроватью. Выволокла оттуда. Вытащила. Конечно, я в соплях, в слезах весь. Она ради меня, ну, я так понимаю, последующая жизнь показала. Она всё была готова. Вот. Ей же предлагали выезд по Ладоге. Она отказалась. Ей предлагали меня вывезти. Она останется. Она отказалась. Она за меня просто боялась. Ну, любая мать боится за своего ребёнка. Это непредсказуемо. Отправить куда-то. Как это будет происходить? Она уже была наслышана о том, что много очень машин проваливалось под лёд. Немцы постоянно бомбили эту трассу. Даже в относительно спокойные моменты, когда нашему герою удавалось поиграть с соседскими детьми, мальчик видел только ужас. Страшные стечения обстоятельств с атрибутами войны оставили в памяти кошмарные воспоминания. Я помню одну девочку. Жене её звали. Она постарше нас была. Она говорила, что вот там брошенные квартиры офицеров. Пойдёмте посмотрим. Там света-то не было. Она нас тащила. Мы шли за ней. И она провалилась первая. Там бомба. А мы не знали этого. Она пробила крышу. И вот эта вот Женя, девочка, она провалилась вниз перед нами и спасла нас этим. А сама она попала на... Там, по-моему, это была кровать. Кровать, которая была изуродована, и торчали от кровати штыри. Она на эти штыри отделась. Как оградить? Как уберечь своего ребёнка от происходящего? Лютого голода, бомбёжек и ещё сотен бед вокруг. О чём тогда думала его мама? Чем жила? Где черпала силы? Одна во всём городе, на всём белом свете. Иногда просто сдавали нервы. Привычка у неё была чисто деревенская. Веники же были. Мётлы. Она же от дворника работала. У неё были мётлы. Она должна была вести улицу. Она выдирала, сколько в руку хватало. Вот из этой метлы меня лупила. Не помню за что. А вот то, что лупила, я помню. И потом плакала. Вот это я тоже помню. Но они выстояли. Мать смогла выжить и спасти сына. Не доедая, да что там, голодая, чтобы только он уцелел. Когда сняли блокаду, можно ли было назвать это облегчением? Трудно сказать. Нашего героя отправили в больницу с дистрофией, воспалением лёгких и корью. Я помню, когда она мне приносила тогда эти лимонные корочки, конфеты. Шикарная штука. Я сейчас, когда хожу, всегда ищу, редко нахожу эти лимонные корочки. Это такая цилиндрическая коробочка. И там засахаренные лимонные дольки. В больнице Алексей пробыл ровно год. А потом мама вдруг перестала приходить. Девятилетний Лёшка всё не мог понять, почему. Оказалось, мама умерла. Причину он не знает до сих пор. Возможно, просто выдохлась. Живя на пределе человеческих возможностей с единственным смыслом, который заключался в спасении своего ребёнка. А когда миновала беда и о нём уже мог позаботиться кто-то другой, женщина сдалась. Лимит её мыслимых и немыслимых сил оказался просто исчерпан. Надо было куда-то мне определять, а родственников никого в Ленинграде. Ты пойдёшь в детский дом. Я заплакал. Заплакал, он меня долго успокаивал. Как бы странно это ни звучало для сегодняшних ребят, тогда детский дом для Алексея оказался спасением. Он попал в спецучреждение для детей-блокадников. Условия для них были созданы просто отличные. Были всевозможные кружки. Кружок рисования. Даже балетные были. Театральный кружок. Каждый выбирал себе, что ему нравится. Очень хорошо одевали, очень хорошо кормили, очень хорошо относились. Был свой пианерский лагерь. Побережье финского замена. Да. Свой оркестр был духовой. Ну, помимо всего остального. У нас был свой хор, мы ходили в Ленинградскую капеллу, пели там. Вот такая была атмосфера. Позже Петров отучился в ремесленном училище, отслужил в армии. Оттуда по зову партии отправился на стройку на Красноярскую гидроэлектростанцию. Затем в Среднюю Азию возводить такой же объект. А в 1973 году Алексей Алексеевич переехал в Курчатов строить атомную электростанцию. И вот ему уже за 80 двое детей, внук. И все у нашего героя сложилось хорошо. Об этом, наверное, и молилась его мама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова